Добрый вечер в эфире Альфа новости сегодня понедельник 29 февраля самый редкий день в календаре и чем он отметится в истории расскажем прямо сейчас Безрадостная перспектива 2016 год будет трудным для амурской экономики и для рынка труда. Такие прогнозы дают в областном управлении занятости Оригинальный подарок. Копия Белогорского памятника вежливому солдату отправилась в Крым в честь первой годовщины Дня сил специальных операций Американская порнозвезда на пригласительных Саша Грейни вольно прорекламировала выставку живописи в Благовещенске За прошедшую неделю в Амурской области зафиксировали 9 новых случаев свиного гриппа. Это примерно в два раза меньше чем неделя и ранее Состояние больных средней степени тяжести. Пациенты госпитализированы и получают лечение в полном объеме. Об этом сообщает Амурское управление Роспотребнадзора В целом уровень заболеваемости в регионе падает. Сейчас он ниже эпидпорога примерно наполовину Из-за большого числа заболевших частично было приостановлено обучение в двух детских садах Зее и Зейского района Вице-премьер Дмитрий Рогозин проверил, как идет подготовка к первому пуску с космодрома Восточный куратор стройки побывал на объектах и доложил правительству РФ, как обстоят дела На космодром Рогозин прилетел во второй половине дня. Он побывал в строящемся городке Циолковский Но главное внимание вице-премьер обратил на объекты пускового минимума Он осмотрел стартовый монтажно-испытательный комплекс, а также оценил готовность ракеты-носителя «Союз-2», сборка которой завершена После этого в здании командного пункта прошло совещание с руководством Роскосмоса и спецстроя России Об итогах своей поездки Рогозин доложил в Москву На космодроме организовали телемост с главой российского правительства Дмитрием Медведевым О чем шла речь, расскажем в следующих выпусках Альфа-новостей На космодроме работал наш корреспондент Ирина Стругачева Ее репортаж смотрите в эфире 1 марта 2016 год будет трудным для экономики Преамурия и для рынка труда Сдержать рост безработицы и не допустить социальной напряженности Можно только объединив усилия всех органов власти Об этом на правительственном часе в Амурском парламенте говорила начальник управления занятости области Елена Дуленова Сейчас в Преамурии 415 тысяч человек относятся к экономически активному населению Около 13,5 тысяч являются безработными При этом работодатели в 2015 году предлагали почти 33 тысячи вакансий В этом году на предприятиях области ситуация не улучшится Например, Олег Минский Рудник предупредил об увольнении в марте более 600 работников Из них около 200 человек это жители области Также запланированы значимые для области высвобождения в таких организациях Как нефтетерминал в городе Сковородино 117 человек В федеральном казенном учреждении исправительной колонии номер 5 Управление федеральной службы исполнения наказаний в селе Тахтамыгда Из Благовещенской таможни 30 марта будет высвобождено 44 человека таможенных инспекторов Остальные предприятия заявляют о незначительном высвобождении от 1 до 4 человек Появятся и новые рабочие места в этом году Более 800 на космодроме Восточный Через 3 года 3300 рабочих понадобится на строительство Амурского газоперерабатывающего завода Полторы тысячи сотрудников нужны на строительство нефтеперерабатывающего и цементного завода в Березовке Руководитель Благовещенского медиахолдинга Андрей Солдаченко в ближайшие дни станет советником мэра Благовещенска Он будет курировать вопросы взаимодействия со средствами массовой информации Эту информацию нам подтвердил сам Андрей Солдаченков В пресс-службе городской администрации сведения подтверждать не стали Однако сообщили, что нынешний советник мэра Елена Кикоть 29 февраля покидает свой пост Она уволилась по собственному желанию Андрей Солдаченко в политике человек не новый В 2014 году он был кандидатом в депутаты Гордумы от Единой России Сейчас является членом регионального полицовета партии Копия Белогорского памятника вежливому солдату отправилась в Крым Такой подарок мэр города Станислав Милюков сделал главе республики Сергея Оксенова В честь первой годовщины Дня сил специальных операций Дата отмечается 27 февраля Как ее праздновали в Белогорске Расскажет Наталья Шлямова Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань В Россию Тысячи километров разделяют Белогорск и Крым Но связывает их больше вся Россия Памятник вежливым людям, а это бойцы ГРУ, морская пехота и десант Установили в Белогорске в прошлом году И пока он единственный в России К первой годовщине Крымской весны Мэр города Станислав Милюков Решил подарить главе республики Крым коллекционную копию скульптуры 15-сантиметровая 3D-модель была выполнена из пластика По разработке специалиста из Киева Но простой почтовой отправкой белогорцы ограничиваться не стали На главной площади города прошла большая патриотическая акция, которая собрала более 500 человек Школьники развернули 12-метровый российский триколор и запустили в небо зеленые шары с привязанными к ним бумажными голубями Это символ мира, за который и стоят вежливые люди После участники акции получили более 700 магнитов с изображением памятника, который уже успел стать местной достопримечательностью Горожане отметили, что вежливый солдат появился в Белогорске кстати Воспитанных людей теперь можно встретить даже на окраинах города Извините, пожалуйста, благодарю, спасибо большое Я считаю, что у нас вежливых людей много в городе Поскольку я знаю, у меня много вежливых друзей, вообще родственники все вежливые 800-граммовую бандероль с копией памятника вежливому солдату активисты отнесли в ближайшее почтовое отделение Посылки предстоит преодолеть более 8,5 тысяч километров пути Судя по надписи, получился пакет государственного уровня Мэр Белогорска Станислав Мирюков Главе Республики Крым Сергею Аксенову Симферополь, Россия Наталья Шлямова, Василий Пронькин, Альфа-Новости Выделять земельные участки обманутым дольщикам амурские власти пока не планируют Областной Минстрой ответил на наш запрос о мерах господдержки участникам долевого строительства Предложение выделять землю обманутым дольщикам поступило от жилищно-строительного кооператива Предполагалось, что эти участки люди смогут использовать в качестве взноса при вступлении в ЖСК Однако в области таких участков с инфраструктурой нет В региональном реестре обманутых дольщиков сейчас 64 человека В отношении шести амурских строительных организаций, которые использовали деньги дольщиков Введены процедуры банкротства В их числе компании НЭП, Горизонт, Березки, Городок, Регион и Стройтехинвест 21 В субботу в Благовещенске почтили память погибших при хаджалинской трагедии В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года на азербайджанский город Хаджалы Было совершено нападение со стороны вооруженных формирований События произошли в рамках Нагорно-Карабахского конфликта Из 7-тысячного населения, по официальным данным азербайджанской стороны, погибли 613 человек Из них 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков Около полутысячи человек были ранены Порядка полутра сотен пропали без вести В Благовещенске память погибших почтили представители азербайджанской, узбекской, туркменской и других диаспор Общественной палаты области Хаджалы, не забудем мы тебя Прощение, прощение, прости ты нас Колени преклонив, молю, прости Хватит крови, злости и боли Сердце просит, милосердие дари Один у нас жил, Благовещенский, сам Ходжалинец Но он несколько лет назад уехал отсюда Но самих живых свидетелей, конечно, здесь нет Есть участники войны, которые воевали в то время Андрей Леева может покинуть пост Главы БГПУ, исполняющий обязанности ректора Педуниверситета Написал заявление об увольнении по собственному желанию А в Благовещенске выбрали лучшего учителя, воспитателя И педагога дополнительного образования, церемония награждения Благовещенские педагоги будут представлять областной центр На областном этапе конкурса На Благовещенск спустилась ночь иллюзий Почти 400 горожан стали киногероями Подобный киноквест в Благовещенске провели впервые Большой съемочный павильон развернули в областном доме народного творчества Там побывала и Наталья Погодаева Ужасно весело Это просъемочный павильон фильма «Зомби-Лэнд» В подвале областного дома народного творчества Попытались создать мрачную атмосферу Но сдержать улыбки некоторым было сложно Никаких улыбок Глаза задрали как можно выше Хотела бы очень лучше Одеть маску, намазаться Кого-нибудь ущипнуть В год российского кино в Благовещенске решили организовать свой кинопавильон Под названием «Ночь иллюзий» Областной дом народного творчества превратился в одну большую съемочную площадку Событие вызвало ажиотаж Вместо запланированных 200 билетов продали в два раза больше Мы предварительно поделили наш зал на 4 сектора По 50 человек в каждом секторе Чтобы было удобно передвигаться по нашим павильонам У нас их 9 И завершающая будет на улице Но получился ажиотаж Билетов почти 400 продано Поэтому вот кто-то попал в группу И кто-то будет ходить самостоятельно Как учит коммунистическая партия Советского Союза Жить, учиться и бороться Как завещал великий Ленин На этой площадке посетителей посвящают в пионеры И заодно снимают фильм Рожденные в СССР Пионеры, они всегда помогали А современные дети сейчас Их сильно не заставили Они лучше в гаджетах Чем помочь Взрослым Творческие площадки подготовили артисты АОДНТ На каждой свой кинооператор, режиссер и ассистенты Фильмы снимают разные От фантастики с роботами До исторического боевика про Ровингуда В данный момент происходит ярмарка в Ноттингеме И желающие могут попробовать свои силы На аресталище в омундировании рыцарей А вторая часть Поучаствовать в турнире лучников Для того, чтобы выяснить наиболее меткого И получить приз Команда «Мотор! Поехали!» Здесь звучало с половины шестого до десяти вечера Что получилось, можно будет увидеть на сайтах АОДНТ, Министерство культуры и в соцсетях Наталья Погодаева, Василий Пронькин, Альфа Новости Фотографии американской порнозвезды украсили пригласительные На выставку работ российских и японских художников в Благовещенске Что вызвало недоумение у некоторых амурчан В выставочном зале, где пройдет мероприятие Отметили, что порнодиву в образе снегурочки не признали Фотосессию в русских народных костюмах Актриса Саша Грей сделала во время участия в автопробеге по России В выставочном зале к ситуации отнеслись с юмором Как отметил руководитель Павел Савинкин, вышла досадная ошибка Испорченных приглашений отпечатали немного, всего около 20 А новые обязательно скорректируют Выставка мастеров живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Весеннее равноденствие» откроется в четверг 3 марта в 15 часов Звезды телепроекта «Танцы на ТНТ» выступают сегодня в Благовещенске Зрители увидят на сцене Гранд-арены победителя проекта Тех, кто дошел до финала и других артистов танцев Они покажут, как самые лучшие и яркие номера телепроекта А также композиции, которые не вошли в эфирную версию Финал второго сезона танцев завершился 26 декабря 2015 года До концерта танцоры стали героями программы «Простые вопросы» Она выйдет в эфир на этой неделе Они встретились в самолете 18 лет назад, улетая на землю обетованную Еврейское счастье им пришлось добывать кропотливым трудом Спустя 8 лет, сбежав от войны и постоянных терактов Супруги Алексей Воскобойников и Анастасия Болотина с двумя детьми Вернулись из Израиля в Благовещенск И вот уже 10 лет их семейно-творческий дуэт не дает скучать амурскому зрителю Сегодня Алексей и Настя, герои авторской программы Сергей Логвинова и Ирина Марченко Между нами смотрите программу в 20.40 Сразу после выпуска Альфа-новостей Ну а полная версия выйдет в эфир во вторник на Альфа-канале И на телеканале Культура А интернет-версия будет доступна на сайте информационного агентства Амур-инфо Ну а прямо сейчас эфир продолжит наша постоянная рубрика «Спорт» О главных спортивных событиях вам расскажет Антон Сельвоник А я желаю вам хорошего вечера и до встречи Эфир Альфа-канала продолжает спортивная рубрика И сегодня мы поговорим о карате, волейболе и легкой атлетике Не будем терять время, начнем Волейболу возраст не помеха В первенстве города среди ветеранов есть игроки, которым за 60 и даже за 70 лет Минимальная планка для участия в таких турнирах 40 лет Финальные игры городского ветеранского первенства прошли в воскресенье Два месяца, пять благовещенских и одна белогорская команды Сражались за первое место В итоге его завоевал один из фаворитов, команда «Фауст» Второе место за сборной Белогорска Третий – благовещенский волейболист из команды «Валиан» Внимание! Пока стадионы покрыты снегом, бегать и прыгать легкоатлетам приходится в стесненных условиях манежа Традиционный лично командный Кубок города по легкой атлетике прошел на выходных Спортсмены поддерживают форму перед летними крупными стартами И выявляют новых способных бегунов В этих соревнованиях участвовали около 200 человек Это легкоатлеты из городских университетов и колледжей, спортшкол и физкультурных коллективов На татаме самые маленькие В спорткомплексе «Юность» больше 200 детей сдавали тест кумите Его суть в том, что дети, которые занимаются карате от пары месяцев до нескольких лет Выходят на большую площадку и демонстрируют свои знания и навыки Для большинства это первый опыт поединков на такой большой площадке Волнуются все Я боюсь, вдруг это будет мальчик или девочка Но я буду с девочкой драться, может у нее оранжевый пояс или какой-нибудь другой Может быть она больше годов тренируется, три месяца, а я два Потому что в клубах мы деремся с нашими, которые ходят в группу, а здесь с другими, которые другой тренер Волнуюсь немного Почему ты волнуешься? Потому что одного соперника я уже победил, эмоции переполняют Я боюсь, немного опасаюсь того, что следующего не смогу победить Этот тест – часть общего учебно-тренировочного процесса Дети должны показать знания разрешенных и запрещенных техник и провести поединки без замечаний Учитывается и то, насколько ребенок знает и соблюдает этикет карате Выходит на татами, он два раза приветствует Первый, он приветствует своего соперника Второй, он приветствует судей И также, когда заканчивается поединок, они должны друг другу пожать руки Поблагодарить за поединок И также, когда уходят в татами, они должны сказать слава благодарности То есть это в одном звуке – ОС Это тестирование – испытание не только для спортсменов Оценка дается и тренерам Результаты детей – это результаты их работы У действующего спортсмена и по совместительству тренера Артема Варапаева Только в этот день на татами вышли более 40 воспитанников И каждого он лично готовил к поединкам Очень много именно психологической работы То есть очень много разговариваем с детьми Помогаем им адаптироваться к таким соревнованиям То есть проводим свои микросоревнования Не такого, конечно, большого уровня Но что-то подобное, чтобы дети уже имели опыт выступления Чтобы они, как говорится, в таком спортивном мире Немножко погорели, помандражировали Такое тестирование проводится уже пятый год В конце дети получили медали, дипломы и шоколадки 5 марта в окрестностях села Черемхова Пройдет третий этап чемпионата области по авторалли Организаторы приглашают посмотреть на гонки всех желающих Ну а как пройдет это мероприятие Мы обязательно расскажем в нашей следующей спортивной рубрике На сегодня это все. Пока!